Линии западных звезд совпали с проведением в Москве с 14 по 24 июня международных спортивных юношеских игр. В связи с чем, правительство Москвы мягко, но жестко попросило организаторов концерта как-нибудь подвинуть сроки их проведения, что оказалось невозможным. Организаторы выступления Рамштайн отвергают опасения насчет того, что в Тушино приедут толпы с кинхедов. Любопытен один постарший заявление, которое распространило агентство TCI. Цитирую. Немецкий язык, на котором поет группа Рамштайн, не может являться основанием для обвинения группы и ее поклонников в нацизме. Участники группы Рамштайн сами выходцы из бывшей ГДР, где не понаслышке знают о методах советского режима и не могут поверить, что происходящее имеет место в Москве в сегодняшние дни. Запрещение проведения этого концерта отрицательно скажется на имидже города Москвы. Конец цитаты. В субботу были забиты битком. После разогрева в виде группы AFK зрители стали звать Рамштайн, размахивая плакатами. Кстати, среди тех, кто находился в зале, скинхедов особо замечено не было. Видимо, милиция не дремлет. Все началось после мистического вступления, во время которого музыканты напоминали скорее пришельцев из глубин космоса. Вокалист Тиль Линдеман спустился на сцену на некоем подобии летающей тарелки. Рамштайн доказали, что привезли в Россию настоящее шоу, ничем не отличавшееся от того, что они показывают в Европе и Америке. Во всяком случае, огня на сцене хватало. Кстати, прямо во время концерта музыканты отметили день рождения клавишника группы Лейка Лоренса, а завершили немцы свое выступление исполнением песни на русском языке. Это оказалась композиция «Работа у нас такая» из старого советского кинофильма. Естественно, в подобающей обработке. После концерта у немецких музыкантов хватило еще силы на автопати, где они поближе познакомились с музыкантами АФК. Сегодня вечером Рамштайн представит свою программу «Мутер» в Санкт-Петербурге. В живописном интерьере клуба любителей оружия «Ратник», где вдоволь настрелялись из луков и арбалетов. 15 ноября участники Рамштайн прибыли в офис МТВ «Россия». Немецкие музыканты появились в прямом эфире «Каприза» и дали специальное интервью Ньюсблоку. Как вам наш город? Я знаю, что один из вас в Москве далеко не в первый раз. Значит, можно сравнить в прошлом Москву и сегодня. И кто не в первый раз, какие впечатления? Дело в том, что я в Москве в первый раз. Я не так много успел увидеть. Я вчера прошел по Красной площади и вдруг растрогался и даже заплакал. Я не знаю, почему это произошло. Может быть, потому что я своими глазами увидел все эти здания, о которых знал еще со школьных времен. А может быть, потому что я стоял перед мавзолеем. Не знаю. Но, тем не менее, вдруг заплакал. В Москве немцев вообще ожидает большая культурная программа. Прямо в день своего концерта, в эту субботу, Рамстайн встретится со своими поклонниками в ГУМе, где будут раздавать автографы всем желающим. И только после этого состоится долгожданное шоу. Готовьтесь. Они наверняка зажгут на сцене. Говорят, они гуляли всю ночь в компании русских девушек и сегодня только в 9 утра вернулись в свою гостиницу. Вчера два участника группы, барабанщик и гитарист, побывали также на MTV России. В специальном интервью Ньюсблоку Пауль Ландерс и Кристиан Шнайдер пообещали, что в субботу все будет как надо. То, что мы уже знаем о российском менталитете, создало у нас такое впечатление, что люди здесь очень сердечны. Поэтому мы ожидаем, что концерт все-таки будет удачным. Вместе с тем немцы решили отказаться от проведения обещанной раздачи автографов поклонникам в ГУМе. Такое решение Рамштайн приняли после того, как столкнувшись с фанатами у дверей офиса MTV, поняли, что задуманное мероприятие может оказаться довольно рискованным. Неделя в Москве и Санкт-Петербурге зажигала эмблема новой объединенной Германии группа Рамштайн. Перед тем, как выступить в московских лужниках, брутальные парни из ГДР долго болтались по злачным местам первопрестольных. Судя по всему, немцы, в отличие, например, от наших недавних гостей рок-сет, хотели не просто отыграть концерт и быстренько свалить на родину. Рамштайн успели не только пообщаться с журналистами. Участники немецкой группы стреляли из арбалетов, гуляли по ночной Москве и спасались от фанатов, которые буквально повсюду преследовали музыкантов. Кстати, из-за чересчур ряных поклонников, бесстрашные прусские парни даже отменили запланированную раздачу автографа в ГУМе, справедливо опасаясь за свое здоровье. Приехав же на МТВ, двое участников коллектива, барабайщик и гитарист дали специальное интервью программе Ньюсблок. Как Вы относитесь к тому, что существует очень много версий по поводу названия? Хотелось бы услышать оригинальную версию. Во-первых, есть город с таким названием в Германии. Там проходило авиашоу, где произошла катастрофа. Тогда погибло примерно 80 человек, и 200 человек примерно получили ранение. Это одно из значений. Но название этого города пишется с одной буквы М. Продолжение следует...